дорогие друзья с вами канал популярная микробиология сидим дома и занимаемся самообразованием если вы подписались на наш канал то уже знаете что такое инфекция инфекционный процесс так вот инфекционный процесс протекает циклично с чередованием периодов заболевания этих периодов всего четыре каждое инфекционное заболевание начинается со скрытого периода или инкубационного при большинстве заболеваний этот период составляет 14 дней именно поэтому в режиме самоизоляции при коронавирусной инфекции рекомендовано оставаться дома на карантине 14 суток если человек инфицирован во время инкубационного периода происходит размножение микроба и накопление токсинов инкубационный период сменяется следующим периодом который называется продромальным или периодом предвестников при этом периоде нет характерных симптомов болезни а появляются только неспецифические признаки например сухость во рту слабость при коронавирусной инфекции если наш слушают мамы маленьких детей то при детской инфекции коре на слизистой оболочке полости рта могут появиться борисоватые пятна филатова они являются диагностическим признаком этого заболевания затем наступает период разгара заболевания это наивысшая интенсивность инфекционного процесса в этот период проявляются наиболее типичные признаки поскольку мы с вами в качестве примера выбрали новый вирус кови 19 то называем эти признаки это повышенная температура слабость кашель с мокротой а затем у наиболее ослабленных людей которым относятся группы риск это пожилые люди люди с диабетом с хронической почечной недостаточностью у них может возникнуть тяжелый респираторный синдром и атипичная пневмония чем же заканчивается заболевание мы с вами назвали уже три периода инкубационный парадромальный и разгар заболевание заканчивается исходом исход может быть в виде выздоровления самый благоприятный исход заболевание в некоторых случаях переходит в хроническую форму если длится больше шести месяцев может быть к сожалению летальный то есть смертельный исход а в некоторых случаях развивается носительство бактерионосительство и вирусоносительство следующих сообщениях мы с вами поговорим о том всегда ли формируется иммунитет после перенесенного заболевания благодарю за внимание с вами был канал популярная микробиология если вам нравятся наши выпуски подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки всегда с вами популярная микробиология для аглогер